26 марта Германия и Польша планируют объявить о создании коалиции бронетехники для вооруженных сил Украины. Об этом сообщают на сайте польского правительства. К инициативе присоединились другие страны, Великобритания, Швеция, Италия. Коалиция, как утверждает министр обороны Германии, создана для увеличения производства ряда оборонной продукции в рамках польско-немецкого сотрудничества. Детальнее об этом сейчас расскажет Лариса Зубенко. Одна из важнейших коалиций так назвал инициативу по совместному производству бронетехники для Украины министр обороны Польши. По словам его немецкого коллеги, программа особенно важна на фоне попыток Москвы разделить единство Запада. Известно, что помимо бронетехники партнеры планируют нарастить производство боеприпасов, чтобы гарантировать длительную и беспрерывную поддержку вооруженных сил Украины. Это очень хороший сигнал сотрудничества, дружбы и партнерства. Мы думаем о том, что делать сегодня, чтобы помочь Украине и действовать ради безопасности Европы и восточного фланга НАТО, безопасности нашего будущего. Это принципиально. Наше сегодняшнее сотрудничество в рамках Европейского Союза, в рамках НАТО – это основа безопасности Европы. Основа нашего демократического наследия, цивилизованных достижений, принципов ценностей, где основой является жизнь личности и верховенство закона. Это тот фундамент, который мы будем развивать, укреплять. Почему именно Германия и Польша? Потому что, во-первых, я так понимаю, что мы, наверное, будем идти путем интеграции своих бронетанковых войск в НАТО именно восполнением немецких танков «Леопард». Во-вторых, учитывая, что Польша уже имеет значительное количество этих танков на своем вооружении, они будут нам помогать с подготовкой обслуживающего персонала, военнослужащих, которые будут на них служить, то есть на их территории. Помимо усиления поддержки Украины, Польша и Германия в июле 2024 года планируют начать работу над созданием группировки быстрого реагирования. Отдельные подразделения, состоящие из военных двух стран, будут готовы первыми отразить провокации со стороны Кремля. Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе. С июля этого года наши боевые группы 2500 польских солдат, 2500 немецких солдат будут готовы к быстрому реагированию и развертыванию. Это силы быстрого развертывания, которые выполняют стратегические задачи Европейского Союза. Это группировка, которая будет готова принять и увеличиться до размеров 30-40 тысяч. То есть это передовая группа, которая готова к развертыванию. Со стороны Германии и Польши самое опасное направление это все-таки Беларусь. И в Беларусь по границе Польши и Литвы в сторону Калининграда. Вот этот вот перешей, который пытается Россия накрутить наибольшую опасность для НАТО и европейских стран. В составе другой инициативы Веймарского треугольника, созданного еще в 1991 году, Польша и Германия совместно с Францией заявили о планах нарастить поставки оружия в Украину. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, правительство трех государств сфокусирует свои усилия на закупке дальнобойной реактивной артиллерии для ВСУ. Мы тесно и непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы ясно дали это понять с самого начала и это будет действовать столько, сколько потребуется. Ясно одно, мы поддерживаем Украину. Как видите, мы все трое серьезно относимся к поддержке Украины. Вы также можете видеть, что солидарность и совместные действия необходимы для защиты мира и свободы в Европе. Больше, чем когда-либо. Наше единство – это наша сила. Наши три государства – Германия, Польша и Франция несут особую ответственность в этом отношении. Это серьезный момент. Наступает новая эра, и мы будем там. И тот факт, что мы трое едины в этот день с одинаковой ясностью оцениваем ситуацию в Украине и полны решимости никогда не позволить России победить и поддерживать украинский народ до конца – это сила для нас, наших народов, нашей безопасности и нашей Европы. По словам канцлера Германии, вооружение для украинской армии союзники, скорее всего, будут закупать за счет доходов от замороженных российских активов. Однако окончательного решения по использованию этих денег пока нет. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.